В условиях санационного давления белорусские и российские металлурги говорят о необходимости развития импортозамещения. При этом партнеры могут поставлять на общий рынок продукцию, которая ранее экспортировалась в Евросоюз. На белорусском металлургическом заводе разработано около ста видов металлокорда. Сегодня рассматривается возможность его более широкой поставки для российского автопрома. Хотя проблемы металлургов после введения санкций не ограничиваются необходимостью поиска новых рынков сбыта, практически все заводы этой отрасли построены с использованием иностранного оборудования. Как итог, в России есть несколько компаний-поставки, на которые технологических линий из стран Евросоюза приостановлены. Ситуация на белорусском металлургическом заводе не столь критичная, но и здесь приходится искать замену импортным комплектующим. Молодежь – стратегический ресурс развития страны. И для реализации молодежной политики задействованы все сферы жизнедеятельности. Вопросы патриотического воспитания, занятости и активного участия молодежи в общественной жизни были рассмотрены на заседании облсполкома. Гомичина занимает второе место в стране по количеству жителей в возрасте от 14 до 31 года. А это свыше 240 тысяч человек. Формализм по отношению к себе молодежь не простит, считает начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облсполкома Денис Езерский. Поэтому важно проводить планомерную работу по вовлечению молодежи в дело общества, воспитанию истинных патриотов страны. Молодые люди активно участвуют в различных сферах жизни и легко реагируют на интересное. Хорошо зарекомендовали себя различные инициативы, реализованные в Гомельской области. «Сто идей для Беларуси» в теме «Зимняя радуга», «Азбука гражданина», «Совет молодежи» и «Открытые диалоги». Весна – время готовится к зиме. Изменчивая погода и климат вынуждают ЖКХ заранее начинать подготовку к осенне-зимнему периоду. Раньше других к подобным работам приступила Гомельская область. К отопительному сезону планируется заменить 75 километров теплосетей. Также определён комплекс работы в жилищном фонде. Об этом сообщил генеральный директор ЖКХ Гомельской области Дмитрий Изгурский. Сейчас подготовительные работы в жилищном фонде региона выполнены на 22% от запланированного. В Гомельском цирке подвели итоги первого в Беларуси международного фестиваля любительского циркового искусства. Заявки на участие подавали 30 коллективов, но отобраны были только 9 из них. Артисты приехали из России и разных регионов Беларуси. В течение двух дней конкурса участники демонстрировали своё мастерство членам жюри. Соревнования проводились в шести жанрах – это акробатика, жонглирование, воздушная гимнастика, клоунада и фокусы. Завершился фестиваль концертом с исполнением лучших номеров и награждением победителей. Гран-при завоевал заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Народный цирк» имени Валерия Абеля. Он получил денежный приз в размере 4800 рублей.